Ровной дорогой ложится асфальтобетон. Щебеночно-мастичный, он крепче, износустойчивее и надежнее обычного асфальта. На Волжском шоссе уже вовсю укладывают верхний слой толщиной 5 сантиметров. На участке длиной чуть больше трех километров более половины дороги уже в новой одежде. Рабочие признаются, помешать им не может ни движение, ни своеобразный рельеф дороги, который они смогли укротить. Движение организовано как бы правильно, в работе ничего не мешает. В первую очередь устраивалось фрезерование, затем выравнивание крупнозернистым асфальтобетоном местами в один слой, местами в два слоя, в зависимости от профиля дороги. Сейчас укладываем верхний слой покрытия. На Волжском шоссе кроме верхнего слоя асфальта сделают барьерные ограждения, установят дорожные знаки и автобусные остановки, а также расширят проезжую часть за счет разделительной полосы. После ремонта на Волжском шоссе появится и то, чего здесь никогда не было. Для пешеходов и велосипедистов обустроят дорожки, ну а самое главное, в ночное время улица теперь будет освещаться. В числе нового и водосток вдоль дороги. Он позволит держать асфальт в сухости, что продлит срок службы верхнего покрытия. Участок сложный в плане рельефа местности и соответственно всегда идет водосброс и в весенний период, и в осенний, и в момент, когда дожди сильные. Соответственно здесь для того, чтобы дорога сбрасывала воду никуда, не попадя, а в определенный здесь запланировано, чтобы был сброс полномерный и запланированный, чтобы дорога от этого не страдала. На участке длиной почти в 3,5 километра сейчас трудится до 40 человек. Работы обещают закончить в конце октября. Всего в регионе по программе «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 110 автодорог общей протяженностью 163 километра. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Константин Головин. Продолжение следует...